4 октября прошел день гражданской обороны России. Над одним из мероприятий в рамках празднования 85-летия ведомства стало состоявшееся сегодня вручение главой республики Шалбаном Караулом ключей от спецтехники спасателям службы ГОЧС Республики Тыва. Получается сертификат и ключи на моторную лодку «Фрегат-480» спасателю «Перлей» Владимиру Александровичу. Новая техника в виде автомашины марки УАЗ-469, лодки катера и надувной лодки с высокой проходимостью речных порогов против течения реки, позволит спасателям оперативно выезжать и добираться до самых труднодоступных мест нашей республики для спасения человеческих жизней. Для предотвращения и ликвидации спасателей при чрезвычайных происшествиях. Чем хорош этот катер? Данный врученный катер, он хорош тем, что во время весенних паводков когда шуга идет и коряги, стойги идет по реке, он устойчив, и не как резиновая лодка, и прочный. Лодка хорошая, вместимость 4 человека, двигатель Ямаха 55 лошадиных сил, скоростной катер. В ходе мероприятия глава ТУВ отметил высокий уровень подготовки спасателей и всего республиканского управления МЧС. Дело, которым вы заняты, оно очень нужное для нас, очень важное. Понятно, что в обществе особое отношение к спасателям, и в этом деле очень большую роль сыграл наш знаменитый земляк. Мы с вами знаем о первом министре МЧС Российской Федерации, создателе службы спасателей Сергея Шойгу. Он сегодня генерал армии, герой Российской Федерации, министр обороны Российской Федерации. Я знаю, что в МЧС традиции, созданные первым министром, МЧС сохраняются и преумножаются. Я бы всех хотел вас поблагодарить за вашу службу и надеяться на то, что мы с вами справимся, как и всегда. Сегодня во всех регионах страны, в том числе и в ТУВЕ, проходят штабные тренировки по гражданской обороне, куда входит и смотр готовности сил и средств спасателей республики, а также специалистов аварийных служб региона. Это делается ежегодно, это в рамках тренировки. Мы проверяем их готовность, знания, навыки. Сегодня вот здесь продемонстрированы сами такие техники, которые передают эти техники, и их проверяем. Национальные обязанности, технико-тактинические характеристики. Здесь построены 13 спасательных служб гражданской обороны республики ТУВЕ. Здесь все созданы на базах министерств и ведомств, и федеральных органов исполнительной власти, и органов исполнительной власти республики ТУВЕ. А также привлечены их подвинственные органы. В рамках мероприятия глава республики Шалбан Карол провел обход-смотр спецтехники. Отмечается, что на следующий год запланировано поступление дополнительной специальной техники поисково-спасательному отделу службы ГОЧС, а именно снегоходов и квадроциклов. В свой профессиональный праздник сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел по республике ТУВЕ посетили подшефных воспитанников Центра социальной помощи семье и детям города Козыла. Встречи ребят с сотрудниками уголовного розыска именно в этот день стали ежегодной доброй традицией. Наряду со своей основной работой и борьбой с преступностью, Управление уголовного розыска ведет активную работу с подшефными детьми. И ни один праздник или другие события из жизни детей, попавших в трудную ситуацию, не остается без внимания оперативников. На традиционную встречу с ребятами сотрудники полиции привезли в подарок необходимые для творчества и учебы канцелярские принадлежности, а также сладкие угощения. Правоохранители отмечают, что подобные встречи оказывают свое положительное влияние на оздоровление обстановки в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, а также помогут ребятам в дальнейшем выборе жизненного пути. 1 октября стартовал осенний призыв в российскую армию. Указ о призыве на военную службу осенью 2017 года 134 тысяч человек подписал президент России Владимир Путин. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. 704 призывника из Тувы пополнят ряды вооруженных сил России. Сегодня в столичном военкомате работает специально созданная межведомственная комиссия. С начала призывной кампании по сегодняшний день медицинское обследование прошли 150 молодых людей. Из 150 человек всего лишь 30 годных. То есть процент, вы сами понимаете, очень... Остальная масса ушла. Ну да, часть получила вот как... Ну вы видели, один молодой человек, он отсрочку получил, у него двое детей. То есть есть часть отсрочки, но в основной своей массе порядка 60 человек, даже чуть больше, 63, А это пошли только на обследование по медицине. По ним решение пока не вынесено, и ну все будет по результатам медицинского свидетельства. Ну в основном это связано, ну с терапией, то есть общие, ну такие заболевания, как, ну скажем, недостаток веса. То есть опять же это связано, ну у кого-то гастрит, ну такие вещи. И по хирургии, соответственно, сколиозы, плоскостопие. Субтитры сделал DimaTorzok